То, что у нас, как бы, директор и компания находятся далеко не в топе по турнир-таблице, находятся они в нижней пятерке, но все равно, такую команду должны они без шансов обыгрывать. И, в принципе, мы сегодня видели матч фаворитов против команды FTD Club C, это матч IG Vitality. Там первая карта была выиграна за 16 минут со счетом 14-4, а вторая была выиграна за 27 со счетом 25 на 28. Там все-таки вот во второй карте позволили себе IG такую более развлекательную доту, что ли. Ну и посмотрим, как у нас директор поступит в этом матче, будет ли играть, ну, чисто вот так вот на верочку, 2 по 20 и ГГВП, или все же позволит себе какую-то там доту более расслабленную, или вообще у нас FTD Club C соберутся и дадут бой, и, возможно, даже заработают себе первую победу, именно 2-0, но это будет сделать крайне сложно. Ну, посмотрим, что оно будет. Давайте сейчас перейдем, кстати, к пикам банов. У нас Рубик, Джага, Бэтрайдер и Джакиро в пике у LGD, ну, а FTD ответили пиком Сенкинга, Дазла, Скайя и Сенкинга. Ну, кстати, по банам у нас там в бане находится Баунти Хантер, ОД, Урса, Луна, также Рикимару, Слардар, Аппарат и Тимбер. Ну и Сларкевич залетает для FTD. Ну что, последние баны, последние пики, пока не ясно, пока не ясно, кого доберут. Могу сказать лишь одно точно, на Джакиро будет играть у нас Директор, это факт. По ролям, ну, либо Керри остался для LGD, либо все же они решили Джиггернаута поставить на позицию Керри и доберут себе мидера. Хотя, кто знает, возможно и Бэтрайдер центральный и возьмут Кардейнера. Ну, в принципе, ситуация схожа, как у нас было в прошлом матче. Там тоже было неясно по линиям, то есть там был Мофла с пиком, при том, что находился в пике Бэтрайдер и Войт. Ой, да, Бэтрайдер и Войт, но даже несмотря на то, как они распихались, там все равно они сыграли в Майнгеймс и перемудрили сами себя, как по мне, потому что по позициям они там линии проиграли, но в итоге игру выиграли. Так что победители не судят, и на самом деле был план, и план сработал. Так что, даже если он как бы непонятен до сих пор, даже после победы, это не значит то, что этот план был неправильным. Ну что, Шторм и Инвокер отлетели в бан, и команда решила, что именно мидеров не хватает и одному, и другому коллективу. И на самом деле времени хватает, минута есть на пик у FTD, чуть более минуты, даже полторы минуты есть на пик у LGD. Так что можно хорошенько обдумать последние пики, но этого не нужно команде FTD, по крайней мере, они бонус тайма даже не затрагивают на последний пик и берут себе легионку. Ну, наконец-таки, наконец-таки вот тут легионка хороша, потому что, во-первых, есть Даззл, который легионку будет спасать от прорывной дуэли, плюс есть Кай, который вливает ультимейт в эту самую дуэль, и наконец-таки есть такой берст под дуэль, и это хорошо, это не может не радовать. Ну и Void, а вот с пиком для LGD. Ну что, пики сделаны, пиков больше нет в плане пиков, тут пики хороши у двух команд, никого выделить, в принципе, здесь я не могу, но, наконец-таки, есть такие распики, которые понятны, то есть и от одной, и от другой команды. Посмотрим на исполнение, вот в плане исполнения все же преимущество по результатам прошлых матчей, по результатам, как бы, не только лиги, исполнители получили у LGD, но кто знает, кто знает, возможно, именно сейчас FTD смогут дать бой. Ну что, а смоки? Смоки, закупы у нас таковы, что у нас целых 8 тангусов у Джека, легионку, правда, сейчас не расшарили тангусами, и это сделать стоит, ну и, в принципе, отправляются у нас там на охоту и попутно расставить варды. Рубик пошел с интриок, кстати, может у нас LPC тут подвлипнуть, похоже, именно он у нас будет первым, кто в этом матче погибнет, ну а здесь у нас просто такая вылазка в сторону нижней руны. Ну и что, Рубик в итоге выходит на толпу вражеских героев, понимает, что все, жизнь боль и погибает. Ну и ФБ для Джека. Такой вот вард поставили у нас, хоть в этом матче у нас нет Урсы, и Рошаном таким вардом мониторить не нужно, но поставили именно в эту позицию, ну и такой вот вард у нас тем временем от FTD. Ну и что, Баунтируна для Супера, Баунтируна у нас для Легионки. Лишним не будет. Да, так и есть, так и есть. На эту Баунтируну в итоге у нас Легионка закупается с Сальвой. Ну, все, по итогу там вард нашли. Ну, довольно-таки прост данный вард в обнаружении. Кстати, Рубик решил, что тут, возможно, еще этот спаун заблочили, и решил поставить Сентрю, но нужно было дождаться крипов. Так что в итоге вторая Сентря ушла в никуда. А на линии тогда есть Энкинг, который, ну, в принципе, не качает себе обычно у нас Сэндшторм, но кто знает, возможно, именно этот вкачает. И вот эта Сентря могла бы помочь фраг сделать. В будущем, кто знает, кто знает. На топе Яо загнали. Еще парочку тычек, но не хватает. Не хватает, все-таки Яо выживает. Если у него Сальва, он отхиливается. Ну, и на развороте тут в итоге настреливается еще и ЛПС по Дазлу на пару с Энкингом. Ну, кстати, мы не отметили, вернее, я не отметил, что тут по линиям у нас изи-линия с Бэтрайдером. Снова с Бэтрайдером изи-линия, в общем, они нестандартные такие у нас линии, получается, сегодня изи. То есть дважды БХ, Бэтрайдеры на изи-линию. Необычно, необычно. ЛПС на Рубике у нас здесь находится, а тем временем у нас погибает Джиггернаут от Соло Легионки. Ну, супер подставился. Очень странно, что он тут погиб. Просто стрелами накрыло и все. Ну, бывает. Да, в общем, у нас тут в центре Легионка против Джаггера, как раз ты супер против Юаша. Ну, и здесь у нас Сларк при поддержке Скай стоит против Монота на Вайде, плюс Директор на Джайкиру. Вопрос залетает в личку, работает ли дуэль... Там Слеб Бэтрайдер у нас убил на топе. Работает ли дуэль Легионки в армии Хроносферы? Нет, не работает. Хроносфера такой скор, который отрубает. Ну, то есть как бы есть плоды в доте, которые рангом выше. И вот Хрона круче дуэли. В Хроне никакие атаки не работают. Ну, кроме Вайда и Рубика ворованного. Ну, если он Рубик ворует в дуэль. Только так вот есть возможность как бы наносить удары, там, перемещаться в Хроне. Больше ничего. Ну, вот, правда, там под план добавляли, что вот... Земелья там, камни. То мог, то не мог забутывать в Хроносферу. Ну, вот по героям такого нельзя. Ну, на линии тут сложно стоять. Против Бэтрайдера, который уже с отрывным напалмом. Хоть есть и стики, но все равно. Все равно сложно. Ну, тут явно, как бы, смотря по пику на стадии Лейнга, не стоит ожидать прям какой-то жесткой доминации от одной или от другой команды. Конечно, там были какие-то вот моменты, где было давление, давление было наказано, это агрессия. В принципе, мы сделали два фрага FTD. Один фраг был ФБшкой, там, в начале второй был уже на линии. Это в центре раз погибал Супер, если что. В основном, как бы, тут все так вот. Стадия Лейнинга, а уже потом посмотрим, когда команды соберутся у нас такой твердый кулак и начнут давить. А у нас на деле погибает Рубик. А забирает его крипы. Неплохо. Сатир, well done. Неплохо сыграно. В итоге, третий фраг у нас не зарабатывает FTD. А хотелось бы, а хотелось бы. Баунтер у нас для Директора, Ригенка для Легионки. Неплохо. Легионка с Ботлом. Сейчас, может быть, паспамить Отзами. Почему бы и нет. На топе агрессия. Откинули в те времена у нас здесь бедняжку Санкинга. Нет маны у него на подкоп. Нет, в принципе, сейчас самого подкопа есть кулдаун на него. Ну вот, уже кулан накатился, но дема уже не хватает. Все же успел. Успел скрыться. Пурманшит работает. Не очень удачный варт у нас поставлен сейчас был от Sky. Если тут Директор завернет, то сломает на халяву. Изисотка будет для Директора. И он туда и вылетает. Но должен был заметить. Да, заметил и сломал. Ой, сломал для Директора. Директор варт поставил. Не точно. И изисотка для Sky. Я снова как бы вдумал одно, сказал другое. Ну, сказывается, сказывается. Седьмой матч на сегодня у нас китайский. Просто лучший регион, который сейчас у нас может быть. Хотя, на самом деле, сегодня на матче жаловаться не стоит. Ну, за исключением лагов. Потому что лаги были прям очень жесткие. А по матчам, ну, не было такой у нас, как бы, стандартной китайской доты, которая была на квалаг босс. Ну, так что, все весьма интересно сегодня. Ну, тут ЮАШа убить сложно. Есть Телекинез, конечно, но потрачен у нас уже был Блейд Фьюри. Он мне слэш пока не получен. Так что ЮАШ уходит. Лишь ком толстая легионка. Так просто ее не взять. Нужны с полы. С атаки не убить. Там поспели монота, кстати, отлично работает у нас кайп против Вайда, но не хватило урона. Все-таки Ancient Seal отличный спел. Вот против таких товарищей, которые любят там поагрессировать, потом уйти на лох-хп, а-ля там Тимбер зарядился своим эрективармором и ушел на течение, а-ля вот Войт, который так агрессирует. Ну, вот благо, что своей дух хватило хп, чтобы это пережить. Хоста, хоста, супер забирает. Кстати, он там под Глэйз Фьюри, открутился все неплохо. Очень больно ЮАШу, но агрейв не качал пока. Кстати, этого не знают. Подспили директора, и директор погибает. А тем временем на нижней линии погибает у нас там Скай. Вот директор минус. Супер выходит, пошел он мне слэш, и там минус один, и похоже будет минус два, потому что нет, нет грейва. Ну, вернее, он его вкачал, но маны не хватает уже. И даблкил для супера. Вот такой халявный даблкил. Неплохо, неплохо. И в итоге минус три героя по карте у FTD, при том, что теряют лишь одного директора. Ну, кстати, как ни странно, но у директора тут ситуация похуже, чем в прошлом матче. В прошлом матче он там уже на седьмой минуте был восьмого уровня фактически, а здесь всего третьего. Яоу подспили, Яоу неприятный, пошел Firefly, ну и в принципе его тут не добить. Телекинез под вышку, ну, Скайта тоже не убить. Так вот, обменялись любезностями, в итоге все живы. Да, что по нетворцам, давайте посмотрим. У нас топ-1 за Джиггернаутом, но дальше идут два героя команды FTD. Но не слишком они переформили, потому что там и Войдецкий имеет хорошую сумму, да и Яоу весьма неплохо подформил. Он без смертей. Да и на самом деле Сынкинг тоже не слишком-то и отстал. Айлокси подставился. И погибает в третий раз. Но пока Рубенчик тут подфиживает. Даже слишком. Три смерти это уже перебор. Из четырех статей командных. Но, в принципе, лучше Рубик, чем другой герой. А у нас здесь Легионка побеждает Джиггернаутом. Говорит, мы не закончили, дуэль не была выиграна, но в любом случае фраг на Джаггере есть. И это уже хорошо. Но, понятное дело, хотелось бы дуэль заработать. ТП-шка ЕГЭ. Фанаты, фанаты. Весьма забавно, когда вот будут у нас... Если будут играть ЛФ-Ай против ЕГЭ в Бостоне, и будет такая ТП-шка ЕГЭ-шная от ЛФ-Ай. Четвертая смерть для Рубика заехала. ЛПС. Прекращай фидить. Не фид, а спейс-криэйтинг. Ну ладно, посмотрим. Возможно. Возможно, так оно есть. Потому что на нижней линии нас там Тавар подпушивает. Сларка зонят от фарма. Так что, ну, все-таки есть в этом плюс, что три героя на топе. И убивать лишь Рубика. Так, Дунай Тавара. Попытка. Будет ли она удачная? Атака. Хорошая войда. И Сларк хорош. Отличный Дунай. Хотя погоня за Сларком. Баш. Ой-ой-ой. Баш прошел. И ультимейт маны не хватает. Дартпак потрачен был. Да что ж такое, Сларк? Ну, да, получилось плохо. В итоге, Паунс, Паунс кастовал. Тарпак кастовал. Маны не хватило на ульту. Пт-шка была на инту, но даже с этим, даже с этим маны не хватило. И ошибка от Сларка. Понятное дело, Дунай Тавара не стоил его жизни. Ладно бы это был суппорт какой-то. Погиб при Дунай Тавара. Но он погиб керри. Но благо на топе команда. Ушла Тавара, так что тоже спейс-крейнинг. Нормально. Нормально. Можно так все оправдывать. Скажешь, я не фидил, я спейс-крейтил. Вы спушили Тавар взамен. А вот если бы команда что-нибудь не сделала, то были бы при Тези Камане, то есть. Пацаны, я заданил Тавар, я умер, я увел на себя фокус, а вы ничего не сделали. Что за дела? Я не виноват. Отличная отмазка, на самом деле. Рабочая схема, вот просто. Юзайте. Ну что, 10 фрагов за 10 минут. Ну, немного, не мало. Преимущество у нас невелико. Но все же оно за FTD Club C, а вот по XP ведут у нас LFY. Но на самом деле тоже немного. Всего 1000 голды, вернее 1000 XP. А по лвелам что? Суппорты все пятые. Ну, скоро будут шестые дополучать. Вот Рубик уже дополучил. Скай скоро будет. Скай тут необходим шестой лвел, потому что есть в команде легионка. Ну и Джекки Рос у нас пятый спинал лвел. Директор. Ну, похуже, чем в прошлого матча, но. Могло бы быть и хуже. В принципе, сойдет, сойдет. Кстати, интересно, по легионке будет ли у нас такая стандартная китайская легионка, которая покупает себе армлет. Хотя, на самом деле, тут блиндагер неплохо. Потому что вот врыв. Скай из Большой Роджи помогает льонке вырвать дуэль и пошла, в принципе, на разгон. Так что, такой бы вариант был бы неплох. Но смотрим. Пока он собирает деньги, у него 2000, надеюсь, это будет блинг. Надеюсь, это не армлет, потому что с армлетом может произойти казус у команды FTD. Армлет будет, а дуэли не будет. Так, выход на топ у нас от супера. Подкоп от LPC. Вот мстят Рубика пошла. Ну, просто Сайенс повесили на супера. Суперу больно. Супер подкапывает. Очень сильно. То хп ему сбрило. Есть у него Blade Fury, он у нас раскручивается. Есть у меня слэш. Ну, выживает, по всей видимости, у нас здесь Сенкинг, да, и, в принципе, все герои, которые находились в этом замесе. Не ожидал. Не ожидал, что здесь так много персонажей будет. Тут легионка пытается отогнать Вайда. Говорит, уходи. Ну, вот, легко ходить не собирается. Кстати, у Моната уже куплен персик. Так что, это точно выход в Линкенсферу. Линкенсферу здесь будет крайне полезно. Сайленс какой-то там задолжить от Скайя неплохо. И против дуэли, понятное дело, отлично заходит. В общем, выбор верный. И данный артефакт здесь необходим. Даже на самом-то деле парочку таких бы артефактов здесь не помешало. Ну, пока достойно сражаются у нас FTD. Учитывая то, что все-таки первую карту они слили в салат против IG Виталити. Вторую карту на стадии Ленинга было все плохо. Но там IG Виталити уже допустили ошибки. И преимущество там отдавали по несколько раз. То есть там три раза был камбэк до нуля. Здесь у нас стадию Ленинга отстали достойно. Даже сделали шесть фрагов. Весьма-весьма неплохо. Так, потрачен блинк. Врыв пошел на Моната. И Моната поставился. Вот она, первая дуэль. Отличная комбинация. На самом деле, я не знаю, что это было. Так, мы в те времена подцепили здесь Дастл, Дастл, Таверну. Но Дастл, понятное дело, не равносильно размен на Вайдан. Но зато Тавар может упасть. Да, был странный такой прыжок. То есть я не знаю, что он хотел. Он, то есть, вышел. Прыгнул прямо вот в скалу. И умер. Так, врыв пошел. Писарка стуется. Очень неплохо погибает. В итоге у нас тут еще и Джеки Рост. Директор Таверни под коп, подвижный 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 Рост залетает. И на самом-то деле Джек в опасности, но он просто финиширует там вот бедняжку. Бедняжку Рубика. И не хватило урона, чтобы добить здесь команде LFY. Теряют троих персонажей. Тавер не упал. Так что, понятное дело, мало того, что размен был и так неравносимен, так еще и Тавер не спушили. А сверху еще потеряли двух товарищей, двух суппортов. Не очень, не очень. Да, ожидал я, конечно, тут, ну, прям простой победы для LFY. Но почему-то так получилось. Не знаю, то ли не доигрыш, то ли реально FTD собрались. Даже не поймешь сразу, что же произошло. Но у нас на самом-то деле есть моменты не того, что не доиграли. Потому что погибнуть один на один против регионки на Джагере, это нужно было постараться. Так подставится суперу. Да и Рубик, в принципе, тоже там на топе пять раз уже погиб. Ладно, там первая смерть, когда была смог вылазка, ну, бывает. Он пришел, как бы, паралять ворды и в итоге встретил всю команду. Но погибнуть сверху еще там четыре раза. Ладно, там три раза. То есть, если там смерть была все-таки там в замесе. Это было лишним, явно лишним. Но тут поймали Сларка, через купол убили. Неплохо, неплохо. Кстати, у нас Рубик что украл? Паунс. Будет делать паунсы. Кстати, Яо с блинком. Но никого не нашел здесь. Так что в итоге он просто подфармил. Три-два-два. Именно такой, когда у Супера. Неплохо, неплохо. Так, подкопа Директору Директор получает. Сверху еще и Мистик Флэйр. Сайанс пошел. На самом деле нужно было Сайанс вкидывать пораньше. В итоге минус Директор. Супер раскрутился. Да, ты, конечно, крутишься, живешь. Но Дуэль кастуется. Демажа не хватает. Супер все еще живо. Университет был потрачен уже ранее. Так что, увы, даблкил для Сынкинга. И ошибки. Снова ошибки от ЛФА. То есть, зачем вдвоем было идти на Т2, непонятно. Ачитывая то, что там уже есть два блингайгера. Странно. Странно исполняют у нас Директор и Компания. Кстати, Тауэр очень битый. Можно его динаить. Будет, кстати, второй Тауэр заденайный. Возможно. Так, врыв пошел. Ну, по цели отлично. Класса работа у нас здесь. Легионка против Бэтрайдера. Отличный контрпик получился. Ну и... Пайс-пас. Макропир от Директора. Демаж, конечно, хороший. Но никто не умирает. Хотя умирает все-таки Легионка. Врыв дальше. От Мона-то пошел. Монт просто сражается как Лев. Получается Анс в лицо. Получает Позинтач. Ну, неприятно. Подкоп пошел. Отхилится ли? Нет, не отхилится. Даблкил для Джека. Ну и касуется сверху еще и Мистик Флеер. ЛПС все еще жив. Пошел у нас сверху еще и Фейтбол. Пошел у нас сверху еще и Грейва. Ну, пока живы. Два Суппорта сражаются как Львы. Супер уже здесь. Супер пока Бессомнин Слэш раскрутился. Кстати, у нас флаг просто стоит в Инвизе в Шадону Мулете. Весьма забавно. Фридома пробивают. Фридом в опасности. Фридом. Фридом. Блиц от смерти сгорит на работе. Фридом пока размансил. Жив. Джек выходит. Сенкинг. Эпицентр пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, подкоп по одному только залетает. И подкоп на разводе от Рубика ворованный. Да, неприятненько. Ну что ж так ты, Фридом. Вырываешься плохо. Не Фридом, а кто у нас там играет? На Сенкинге. На Сенкинге катает у нас Лейкос. Ну, плохой. Очень плохой был сейчас подкоп. То есть, эпицентр хороший. Подкоп по двоим бы залетел. По двум суппортом. Там было бы все хорошо сейчас для FTD. Но вот ошибка запущена. Паунс от Сларка. Он снова прячется в Шадоум Милет. И все еще жив. Лейонка уже здесь. Хоразки после таверны. Касут дуэль у нас в Яо. Дуэль от Сларк по помощи. Пораньше бы пришел бы. Была бы победа. А так вот у Гелосо пошло у нас по... Вашу кулу ставится. Да что ж такое? Яо жив. Просто лол. Минус Сларк. Даблкил для Монотон. Замес. Закончить. Давайте, заканчивайте, пожалуйста. Яо. Яо. Голубь летит. И голубь накрывает его. Но есть рейндропы. Последний заряд его спасает от смерти. И в итоге замес у нас получается... Много-много. Тут не было 5 смертей. Тут было больше. Тут было 7, наверное, смертей. Потому что регионка у нас вернулась и погибла. Кто-то там тоже еще погибал. Изначально. Сенкинг погиб позже. Скайп, похоже, погибал вначале. То есть тут 7 фрагов на FTD. И 4 фрага на LFY. Хотя, возможно, там тоже были такие смерти и вернулся. На самом деле, смотрите, просто замес. У нас, то есть, вкастовано 2 вива. То есть замес длился у нас больше, чем 40 секунд. Так, что там еще было из такого? Лассо было одно. У меня слэш. Ну, в любом случае, как бы, дэмэджа на 17-й минуте, даже на 16-й минуте по 9, 300 и 8, 100. Это слишком много. Да, конечно, ну и махач. Это не умеет команду у нас отступать. То есть, вроде бы, одна файт выиграла, не уходит. Вторая файт тоже, ну, как бы, вывела файт в свою пользу и тоже не уходит. И, как бы, год драться до конца гейминг. То есть, воскресаем в замес. Воскресаем в замес. Помчались. Почему бы и нет? Весело же. Ну, и в итоге у нас, получается, ситуация такая, что... Даже по голде вперед выходит у нас LFY. Три тысячи за этот махач они отыграли. Ну, и по XP тоже ведут они три тысячи. Ну, и не тоже, а ведут они три тысячи. Там, сколько, полторы по голде. Подкоп пошел по LPC. LPC. Пока мансит. Пока жив. Рейндроп работает. И в песочек ушел. Смотри, поставили. Тикенс пошел. Ну, максимум, максимум. Ой-ой-ой, пользы приносит LPC. Да, погибает. Но, в любом случае, сделано здесь очень много. Погибает здесь, похоже, Freedom. Да, Freedom в таверну. Бодиблок по Sky. Получает, он дуал-бресс и должен погибать. Да, минус Sky. Супер серия убийств. Там, кстати, вторая серия убийств была для Вайда. Тридцать. Именно столько фрагов у нас команды сделали за 18 минут. Ну, прям вот... Сегодня прям пап на папе. Знаете, вот, ну... У нас, как бы, матча сыграется Тир-1. То есть топ-1. Дивизион. И... Ну, казалось бы, тут должны матчи быть, то есть, такие вот, ну, прям жесткие, равные, все дела, как у нас был, ну, матч, допустим, между IG и IG Виталити. А во втором дивизионе должен быть такой вот трешачок. На самом деле у нас во втором дивизионе такая вот прям стандартная дота китайская, там, где просто формят по 10 лет. А здесь вот такое вот. Жестко. Жестко. Коэффициент на матч 13,2. Неплохой коэффициент. Директор погибает. Задержался. Перенагрел. Хотя, айс пас, а директор неплохой, сла... Да ладно. Да ладно. Он выжил. Какой же он жесткий. Как-то я ожидал, что чуть быстрее тиммейты успеют добраться, но нет. Shadow Wave! В принципе, у меня вот уже голос скоро будет как у Дазла. Армлет готов у нас все-таки у легионки. Но благо после покупки блинка. Хотя блинк принес мало пользы, потому что всего одну дуэль. она смогла победить. Так, так, так. Ну что? Сканирование. Ну, кстати, сейчас такое было сканирование, и оно выглядело так, что заходит на Рошана. И, похоже, именно так и подумали у нас. FTD, а, в самом деле, сейчас это может сыграть с ними злую шутку, потому что на хайграунде встречают... Ой, как неудачно! Какая беда. Хотя, подкоп, мне похоже, сейчас был скастован. Монт взрывается довольно-таки далеко, и он там никого не убивает. Небольшие пролаги пошли. Погибает, похоже, у нас здесь еще и Джек. Хотя, по-моему скастует. Джек пытается уйти. Джек, максимум. По сейву, по Джеку пошло. Но Джек пока под грейвом, пока жив. Врывается бэтрайд. Прошло ласо у нас по ЮАШу. ЮАШа увозят. Дуэль вкастована. Ну, дуэль, когда ты тут прям... Пять. Пять героев оппонента, ты один. И, ну, дуэль не проиграл. Дуэль была... Окончена до смерти. Ну, и даблкил в итоге для Джиггернаута. Да, в общем, в чем суть этого замеса? В чем... Удача команды LFY? Касуется у нас... Скан. И думает FTD, что это выход на Рошана. На самом-то деле, если бы был бы Рошан, то врыв там через Сенкинга, там, Отзы, сверху в Мистик Флэр. Вроде бы неплохо. И, то есть, выход был бы весьма-весьма хорошим. Но, именно вот этим путем отправляются у нас в ганг LFY. И на хайграунде встречают оппонентов, которые шли на Рошана. И, то есть, они не ожидали увидеть здесь. Они ожидали, что они будут на Рошане. Ну, и... Очень, очень не повезло. Вот, прямо так, по таймингу команде FTD. Но, тем временем, у нас упал тавр. У команды. По центру еще. У команды FTD. Неприятно. Неприятно. Ну, так сказать, карты не сложились. Либо слишком уж повезло LFY в этом моменте. Хотя, везет сильнейшим, кто знает. Но тут реально везение, то есть. Ну, это выглядело как на Рошана. То есть, был скан на Рошана. Как бы, предугадать то, что это был, как бы, проход просто мимо Рошана. Заходит в свой лес. И прямо там, на хайграунде, именно в этой позиции встретятся они. Ну, как бы, уж... Теория вероятности... Здесь явно... Немножко... Было шокировано. Ой, блинкаут, хорош. Форстаф от Яо, и Яо тут уже не догнать. Погоня за Директором. Купа стоит все время у нас на... Сен Кинга. Ну, и Сен Кинг тут погибает. Ну... Фраг есть. Круно в кулдауне. Как бы, не самое страшное, что могло бы случиться для FTD, но все же. Кстати-кстати, у нас по фрагам временная ничья. 17-17. 34 фрага сделаны уже в этой карте. Неплохо. Кстати, у нас скоро будет два... Так сказать, десятника. Вот 10 тысячных творца у нас уже есть у Супера. И десятка готова у нас у Монета. Как-то интересно, у него правильно никтем будет Монет или Монет? Как он себя будет называть? Ну, вернее, как он себя называет? Сентрян прямо под вышку, чтобы не было каких-то врывов. Понимаю, что там сейчас заберут врыв от Вайдана, но он пока без троны. Я оборвался неплохо на Freedom, а Freedom в таверну. Окей, отлично. Хотя нет, его под Сивили и пошел еще игре сверху. На самом деле весьма неплохо. А так, Сен Кинг, где Сен Кинг? Сен Кинг, где Эпицентр? А он на базе стоит. Ой-ой-ой, как неприятно. Кастуется Эпицентр, но пока лишь Бэтрайдер в таверну. Хотя вот еще два фрага сверху для FTD. Дуэлька. Дуэлька. Опять без победы. Да что ж такое? Эх, не везет. А Монт тут не догнать. Монт уходит, хотя нырнул он довольно-таки... Ну... Опасно было, он нырнул. Но он выживает. На самом деле вот выжило два Кора. Два самых жирных Кора. И хоть и сделали фраги, Но... ЛТД здесь как бы не закинули. Да, там тысяча суток голды и неприятно, но в любом случае, если бы погиб тут Войт либо Джаггер, либо Войт и Джаггер, то была бы беда. А так не страшно. Хотя все-таки вот есть время для того, чтобы подпушить тавер. Потому что пока ни одного тавера у нас не спушили FTD. На самом-то деле я думал, ну, все же... Вот перед матчем что? Примерно в такой минуте у нас игра закончится. А тут, знаете, такое... Самое интересное начинается. Люта. Люта. У нас катают сегодня китайцы. Да, конечно, вот после того марафона бостонского, когда было по 13 матчей, увидев сегодня 8 матчей, я думал, что будет прям беда. Франсферу поставили, под эмигрирование весьма неплохо. Тут еще и Джагг... Джагг подстрял, есть Грэв на Джагг от Джагг. Покажи, но его ввозят на хайграунде. Все на хайграунде его просто там будут допаливать. Хотя пауза отличный, и Джагг все еще жив. Джагг пытается уйти. Джагг, спасайся! Айспас пошел, есть Вереш через секунду, но догорает. Все-таки Яо... Ну, понимаешь, что он пошел именно туда. Хотя Джагг, наверное, стоило бы как-то... Где только, знаете, прям... Ну, жесткий стоп и разворот в обратную сторону. То есть в инвизии, и... Может быть бы хватило скрыться от Напалма. Но у него было слишком мало ХП. И в итоге у нас... Убито два героя. У команды FTD. И на Рошан заходит у нас... LGD Forever Young. Графики... Ну, 3000. The Last Y по XP примерно столько же. Ну, в самом деле, что партий-пак там тоже интересно посмотреть бы. Мы еще так не ознакомливались, чтобы прям целиком и полностью мека есть у нас у Джекки Роса. Линка Диффуза уже есть у нас у Вайда. Айгис для Джаггернаута, Блиндаггер и Форстаф есть у Бэтрайдера. Именно тот самый Джаггер, который взял Айгис, уже имеет Блиндаггер с Манта Стайлом. Ну, а Рубик у нас... Ну, до Блинка далековато. Там ЛПС, конечно, смертей-перебор. 8 смертей из 20 смертей... Из 20 фрагов, которые сделали оппоненты. Ну, кстати, весьма неплохо все у Даззла. По артефактам. Silver Age скоро будет БКБ у нас у Сларка. Легионка. Ну... Плохо кастует дуэль на самом-то деле. Потому что побед всего одна. Это мало. За 26 минут. При том, что как бы там были такие вот фраги. Вроде бы стопроцентные, казалось бы. А потом оказалось, что казалось. Что, заход уже. Пошел. Ой, врыв. Неплохо. Ай, Сенкинга нашел. Ну, яу, красавчик. Красавчик. И начинает наплевывать у нас в итоге директор. И низов не получится. Потому что лежит Макропира. Врыв от ЮАШа. Он с БКБшкой. Пытает кто-то подцепить за хвост. Но никого не цепляет. В итоге БКБ. 10-секундное. Уходит в молоко. Продолжает подпуш свой. Нет. Еще 3 секунд. Сенкинга. Нет. БКБ. Врыв пошел. И Скайгрей повесили. Ну, неплохо. Ладно, подцепили. Окей. Хотя иллюзии не отпускают. Иллюзии там его точно, да, разминают. Подхилл. Кстати. Не спасали. Потому что летает фейтболт у нас от Рубика. И это минус Скай. Ну, и минус сторона. У FTD. Это уже точно, да. Падает у нас милишный. Решили и рейнджовый тоже допушить. И что? Сразу в центр? Или как? Или что? Или пойти лучше закупиться? Ну, лучше пойти закупиться. Но решили продолжить пуш. Ну, вот Сенкинг вернулся. Может быть не стоит? Отсуществовать эпицентом, нафидонить? Нет, все-таки решили, что стоит. Пошел презентач. Врыв на моду там. Вон, подцепили. Сенкинг. Где? Сенкинг, хватало твое время. Отличный врыв. И вот, посыпались. Минус один, минус два. Окей. Неплохо. А Супер все еще жив. Яо цепляет. Яо очень битый. Яо вышка там тычку наносит, но не погибает. И Джек пошел в сражение. Джек Паунс по директору. Директор в опасности. Директор погибает. Дабл килл. Санес на Супера. Супер с Айегисом. Супер погибает. В итоге минус Айегис, минус три. Яо очень битый. Яо понимаю, что нужно попытаться поставить своего тиммейта. Полетела колбочка. Но флеймбрейк был, ну, не особо удачный. Супер у нас без телепорта. Что-то кастовать телепорт в Блэдфюре не получилось. В итоге Супер пытается мансить. Фейзы есть. Блин, даггер будет и не долетает. Задолжил, да, отлично. Все-таки решил задолжить Фейтболт. И все же уходит. Ну, ладно. Даже несмотря на то, что убили Вайда. Нет, в любом случае. В любом случае это большой минус для FTD. Ой-ой-ой. Как так получилось, что я врубил фэнтези-поинты. У меня даже хоть Кинни стоит на фэнтези-поинты. Не знаю, как я так мискликнул. На О нажать. Потому что у меня все клавы стоят возле QV. Ладно, не суть. В общем, четыре минуса, минус Айегис. Ну, слишком нагло было от LFY. Потому что Сынкинг вернулся. Они должны были понимать, что будет эпицентр. Плюс поставились под врыв от Легионки. Поймали Вайда. В общем, убили там. Списали очень много урона. И, кстати, вторая дуэль была выиграна у нас командой. Командой FTD. Ой, команда FTD. Вторая дуэль была выиграна Легионкой. На самом деле, тут должны были отыграть солидно. И, собственно, почему я открыл вот сейчас текущее золото. Это я к тому, что за пуш стороны и за фраги заработали весьма солидную сумму LFY. И стоило отойти, закупиться и уже вернуться чуть позже. Потому что там Айегис висел бы еще целых почти две минуты. Вот и учитывая то время, когда замес начинался. Но решили, что здесь и сейчас мы будем завершать. Так, врыв пошел на монота. Посперечис дуэль и вот еще одна смерть. Неплохо, неплохо. Хотя так продолжается. Маккорпира лежит. Ну и что дальше? Врывать. Яу, яу. Начинает напаривать. Если у него БКБ-школосо пошло... А, не кланял, кто-нибудь пошло. А то я как-то уже услышал. Пошло у нас по ЮАШу. Дуэль ворумная от Рубика. Ой, есть Грейв. Ах, хотелось бы Рубика здесь заблочить себе 10 эрона. Но, увы, не дали этого сделать. А, все еще оживо. Есть БКБ-школосо, подаем герой неплохо. И офицентр сверху. И вот, рассыпались герои команды LFY. Никого не теряют. У нас FTD. Как же они круто сыграли. Вот Яу погибает от Team Vibe в исполнении FTD. Трипл-кил для Джека. Петуч. Начал квактать у нас в итоге здесь Sky. Ну что сказать? Ну что сказать? Слишком много. 4500 голды. Минус 2200 голды у LFY. 7800 XP. Ну, сейчас все нуля выйдет просто. Красиво играю, да? Так, врыв пошел. Хроносфера. Подцепил. Окей. Но есть Юл. Рубик здесь. Пошел Терекенес. ЮАШ все еще жив. ЮАШ. ЮАШ погибает. Окей, неплохо. БАШик. И БАШик еще один бы выписать. Но отлично играет вешается. Но в любом случае. И дальше врыв пошел у нас на Фридума. И вот он БАШик залетает по Фридуму. Даблкил для LPC. Еще и минус Базл. Наказаны. Наказаны. Почувствовали силушку и были за это наказаны. У нас FTD. И вот снова 2000. И минус 1400. Ну, вроде потом зафидели так солидно. Порядка семеры. А тут вот бац и уже отыграли трешку. Нормально. 5300 экспы, кстати, тоже было отыграно. Байбэк еще и от Синкинга. Вот так вот у нас данный матч происходит. Тим Байпа после минус 3 и уже 2 байбэка вкастована от двух коров команды FTD. Кто бы мог подумать, что именно так произойдет. Ух. Хороша дотка. Хороша. Китай сегодня прям радует глаз. За исключением, конечно, тех жутких лагов. Которые у нас были матчами ранен. И надеюсь, сегодня такого уже не повторится. Ну, на самом-то деле, матча осталось немного. Этот матч... В формате Best of 2. Это первая карта. Так что нас ожидает эта карта и еще одна. Ну, конечно, хотелось бы мне все-таки увидеть игру фаворитскую. То есть игру команды, которая участвует на мейджоре. А не такую игру от LFY. Они здесь... Явно не выглядят, как команда Бостона. LPC подцепили. Очень больно. Но пока живые. Дуэлька выиграна. Неплохо. Пока что вкатывают песочки. Ловят айс пасс. Нет, никто не ловит. Айс пасс у нас. Скай. Форстаф не в ту сторону. Ну и в итоге погибает. Так. Сларк в БКБ пошел сражаться. Надо отпустить нападение. Отпусти уходит в инвизы. Кстати, где только я видел. Вот так вот инвизы. Куба поставили. И Джек погибает. И врывается еще и у нас. И Сенкинг. Ну и неудачно. Трипл Кюл для Супера. Ну и пора. Пора бежать. Да. В общем. Пока это не игра команды, которая играет на мажоре. Потому что команда, которая играет на мажоре, должна без шансов выносить команду, которая занимает 10 место в данном дивизионе. А не играть вот так вот. 29 на 30. Что матч против Вичи Гейминг. Ладно, Вичи Гейминг это посильнее все-таки будет, чем FTD. Но все же они... Если брать в сравнении с LFY, то слишком просаживаются в плане... Во всех планах, во всех аспектах. Но там тоже они сыграли как бы игру часовую с 98 фрагов. Почему так? Ладно. В принципе, они не обязаны играть. Как бы... Показывать себе свои стратегии, там... Страты парить, так сказать. И без шансов там разваливать. Победа, она есть победа. Какая разница за сколько минут. И какая разница, сколько раз они напидели. Это так уже, чисто, желание. Видеть такие вот прям уверенные победы. Вот таких команд. Да, конечно, графики пытаются. Пытаются выйти в нуля, но LFY не позволяют. Даже несмотря на Team Vibe. У нас преимущество до нуля не падало. А теперь у нас LGD Forever Young ведут уже порядка 12 тысяч голды. И по XP в районе 6500. В том, что упала всего лишь одна... В принципе, полторы стороны упала... Один барак. Одна барак. Один барак. Упали. Ну что. Ждем 60-го фрага. И ждем Рошана. Скади. Тем временем готова у нас у Джиггернау. Кстати, есть у него дабл дэмэдж. И, наверное, хотелось бы с ним сразиться. И, кстати, еще и грибсы куплены. Сейчас были директором. Неплохо. Неплохо. Ну, пока ждем. Пока ждем. Вжик. Так. Рубик, кстати, у Рубика есть дарпак. Ну, такое. Не самое... Далеко не самое полезное, что может быть у Рубика в этом матче. Ну, кстати, я уже говорил о том, что директор у нас... Были игры, когда он, допустим, играл на линии, на суппорте. И он всегда там брал линь, шраков, которые фармили себе очень жесткие артефакты. И там был наравне с корами. И, на самом-то деле, вот сейчас он играет в таком уже плейстайле. Вот. В прошлой игре на Джиггеросе он там был наравне со своими, там, как бы, героями Тир-3 позиции. А то и, как бы, Тир-2 позиции. Вернее, второй роли и третьей роли. И здесь он 10 тысяч нетворца наравне с хардлейновым тэнкингом. Очень и очень жесткий директор. Кстати, даже несмотря на то, что у него 20 смертей... Ой, 20 смертей, 20 ассистов, 2 фрага всего и 8 смертей. Как бы казалось таким-то... Небольшим количеством убийств и, на самом-то, большим количеством спиртей, он имеет такую внушительную сумму. Все-таки он, как бы, погибал, но далеко не первым в замесе. Так, там есть Рошан. А здесь попытка план-капкан. Так. Мел-мел. Так, вот, поставили. Готовы. Или готовы? Врыв. Ай, подхватка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok